Всем привет! Привет! По поводу Селены ничего не могу толком сказать. Мы с ней немножко пообщались, когда я была еще на поляне. И в целом не могу сказать, что она за человек, но складывается впечатление о ней какой-то такой девушки, которой больше всех надо, которая хочет якобы навести порядок, но чего она хочет на самом деле непонятно. Прекрасно выглядишь, спасибо. Не знаю, что выбрать, смотреть тебя или Дом 2. Что в Доме 2 показывают интересного? Такая помада на видео, где ты делаешь макияж. Я еще не снимала видео, где я делаю макияж, но в планах снять его. Олей, скажи, пожалуйста, что вас выбрали хозяйками острова? Мы баллотировались на прошлой неделе. Я выложила, да, вам нарезку, где мы выдвигаем свою кандидатуру, но люди как-то неоднозначно нас воспринили. Потом возник небольшой конфликт с Юлей, наша ссора, и в итоге мы не выдвинулись. Но думаем сделать это завтра. Вы видели эфир недельной давности, то есть мы не выдвинулись в ту неделю, но, скорее всего, будем выдвигаться завтра, хотя это не точно. Вот, поэтому будем смотреть завтра по ситуации. Мы, возможно, выдвинемся, возможно, не выдвинемся, но идей очень много. Кто тебе не нравится из участников? Не скажу, что у меня прям кому-то есть какая-то жесткая антипатия. Мне, по сути, на всех все равно, что они есть, что они нет. Есть люди, с которыми я никогда не буду друзьями. Это, например, Захарова, это Юля Щеглова, это Захарьяш, и, пожалуй, все. Вот три человека, которые мне не то что неприятные, те люди, с которыми мне не хочется общаться, с которыми я никогда не буду друзьями, которые мне не импонируют, скажем так. «Привет, бумеранг прилетел Захарешу, вы про что?» «Олесь хочет из проекта «Как кончится карантин?»» Ну, знаете, неоднозначно, неоднозначно пока, потому что, во-первых, нужно вернуться в Москву, посмотреть, как там на поляне, потому что я смотрю сейчас по эфирам, поляна, ну, прям очень крутая. Последнее время были крутые приходы, интересные люди, поэтому, думаю, пока я не планирую ходить. А дальше посмотрим. «Тот парень новенький, который тебе понравился, заметил твою симпатию?» «Надеюсь, начал проявляться к тебе». Не знаю, смотрите эфира. «Почему вы с Улей поругались?» Опять же, агитация на хозяек острова, то есть как бы мы хотели выдвигаться с ней вдвоем, но у каждой из нас есть свои определенные идеи и задумки, и иногда бывает сложно договориться, но я считаю, что это отличная проверка, сможем ли мы идти друг другу на уступки, на компромиссы, договариваться. Да, подруги подругами, ну, это немножко такая, как работа иногда, и даже, ну, очень часто люди там очень близкие ссорятся, расстаются, разводятся после того, как заводят общее дело, общие интересы, и мне все-таки хотелось, чтобы мы и в этой сфере, в сфере какой-то работы смогли объединить свои интересы и не разругаться. Это тоже отличная проверка. Юля больше сопротивляется, у меня больше глаз горит, я хочу действительно попробовать себя в ролик «Хозяек острова», попробовать искать компромиссы, не разругаться и, наоборот, показать самое лучшее правительство, потому что идей креативных, необычных очень много. Когда Захарьяш вытянул имитет, это была подстава? Ну, все говорят, что нет, хотя у меня есть подозрения. А как там на самом деле, никто не знает. «Привет, Олесь, почему Захарья вас с Юлей крысами обозвала? Вы же вроде нормально общались». Ну, опять же, из-за голосования, когда Захарьяш должен был уйти, и мы предоставили информацию о том, что он действительно в свой день рождения подходил к лесковец, к бывшей девушке Федора Стрелкова, и говорил о том, что он бы ее чпокнул. То есть это как минимум некрасиво по отношению к Феде, к его лучшему другу, некрасиво по отношению ко мне. Мы на тот момент еще не расстались. То есть он меня потом грязью обливал и говорил, что я какая-то не такая. Да, сам себя вел вот таким вот похабным образом. И мы хотели показать всему коллективу, что он не тот, за кого себя выдает. Вот и все. Где тут крысятничество? Яна, наверное, просто не знает. Блин! Для меня кто-то прилетел. Подождите. Яна просто, наверное, не знает понятия крыса. Крыса – это который втихаря идет, на кого-то стучит, не говорит, что это сделал конкретно он. То есть он делает это в крысу, чтобы никто не знал. Мы же сделали это под камерами. Мы огласили эту информацию на лобном месте. Где здесь крысятничество? Я его не вижу. В общем, Яне нужно углубиться в это понятие, почитать, что же значит все-таки понятие крыс. Такая красотка, прическа тебе очень идет. На самом деле, сегодня нет никакой прически. Завтра, друзья, завтра или послезавтра на Сейшелах открываются магазины. У меня появится наконец-таки косметика, новая одежда, какие-то аксессуары. Я уже просто тут превратилась в какую-то дикарку за два месяца. Это жесть. У меня просто закончилась вся косметика. Я пользуюсь какими-то остатками. Я уже беру юльную косметику, надеваю вещи, которые мне уже надоели. Я хочу уже просто каких-то новых вещей. Я уже сшью сама себе одежду. Короче, какая-то жесть. Ну, надеюсь, что в ближайшие дни все наладится. Ясненько, надеюсь, увижу вас хозяйками острова. Ну, давайте будем смотреть. Да, скорее всего, увидеть. Будет интересное правительство, пока кого-то еще не было. Олесечка, передай привет, умоляю. Марк Смит, привет тебе. Ты очень классная, добрая, любимая. Обожаю тебя. Тебе нравится. Даня. Спасибо за комплимент. Даня мне нравится в первую очередь как друг, как человек. Мы с ним немного общались на поляне, поэтому не могу ничего точно сказать. Я в прямом эфире, но я сейчас еще немножко посижу. Я не думала. Да, десять минут, все. Юля не разрешает мне долго сидеть в прямом эфире, поэтому десять минутчика я убегаю от вас. Сейчас на самые интересные вопросы еще отвечаю и убегаю. Больно подбородок колоть? Друзья, если бы я знала, я вам сказала. Подбородок не колола, колола как-то раз себе скулы. Это вот эта вот часть, которая делает лицо просто квадратно широким. Я их уколола, но потом через месяц убрала. То есть у меня нет таких углов четких. Вот у меня какие мои скулы есть, такие и есть. Вот эти углы, это ну просто ужасно. Смотрится такое квадратное лицо. Поэтому я их ничего не колола себе. Колола когда-то губы, но они уже сдулись у меня. У меня даже ресниц нет. То есть у меня сейчас лицо полностью вот какое оно есть. Натурально. Даже волосы. Вот они просто пушистые, кудрявые у меня от природы. И за два месяца вернулись в свое естественное состояние. Потому что обычно я делаю керосин, масочки, выпрямляю их. А здесь этого сделать нельзя. Поэтому вот я в первозданном виде. Знаете, ну это круто, когда ты смываешь косметику и остаешься красивой. Это большая редкость. Поэтому я горжусь. Мне просто повезло с генетикой. Мне повезло, что у меня красивые родители. Мне повезло, что мне достаточно нанести крем, основу под макияж, тени, стрелки за пять минут и быть красивой. Я могу вообще не краситься и быть красивой. Поэтому спасибо моим родителям. И мне просто повезло, да. Как у тебя получается быть такой сильной? Не скучаешь по Сахарешу? Сильной у меня получается быть. Потому что я всего в жизни привыкла добиваться сама. В 17 лет я улетела в Китай. Я стала помогать родителям в 17 лет. У меня не было отца. Мне всегда мама и бабушка говорили, что нужно надеяться только на себя. И я всегда стремилась быть лучшей, первой, начиная со школы. Я была отличницей. Моя тетрадь висела на доске подсчета. Я всегда стремилась быть лучшей, первой. У меня не было, как вам сказать, такого чувства, что я тут крутая, я вот высокомерия, как мне сейчас приписывают, не было. Мне просто хотелось доказать, на что я способна. Ну, полностью себя... Как, не знаю, как сказать. Короче, всегда первая. Ни на кого не рассчитывала. Улетела в Китай, заработала себе на квартиру сама. Я этим горжусь, кто бы что ни говорил. Вот. И до сих пор я стремлюсь становиться лучше. Я ставлю себе цели, добиваюсь их и не опускаю руки, чего я вам желаю. Кто такой Максим? Я не понимаю, что за Максим. Наверное, тот, который с Аленой Рапунцель. Такой молодой парень, 21 год. Честно, не знаю, мне кажется, они подходят. Алена выбирала себя всегда мужчин, таких очень, как сказать-то, чтобы не обидеть. Постарше, но которые ничего, в принципе, не добились в этой жизни. Один массажист, этот последний, да, предыдущий был, там, работал оператором или кем он там на Доме-2, ну, персонал. Алена достойно много лучшего и большего, я считаю. В первую очередь нужно руководствоваться эмоциями и чувствами. Если у нее есть какие-то эмоции к этому молодому парню, я думаю, что у них все может получиться. Потому что главное, чтобы были у человека амбиции, и всего он добьется в этой жизни. Главная движущая сила – это любовь, я так считаю. Почему все ненавидят Вселену? Потому что, возможно, где-то она правдорубка, где-то она немножко жесткая, где-то она много говорит, перебивает. То есть в ней есть хорошие качества, но также много и отрицательных качеств. Очень ее много, вот прям, чересчур. Она не дает сказать слова иногда. Вселены слишком много, вот, я согласна, да. Время 12.41. Сегодня у нас пораньше закончились съемки, лобного места не было. Поэтому, так, на лайт-режиме. По поводу иммунитета старичкам проекта «Городина, хоть иммунитет, а новеньким не говорят, ты знала». Я слышала эту информацию, но сама с этим не сталкивалась. Меня никогда не номинировали, меня никогда не выгоняли. И вообще, знаете, когда я вытягивала черную метку или шло голосование, я, наоборот, поднимала руку или радовалась и говорила, блин, хоть бы мне попалась черная метка. То есть у меня, я никогда не держалась за проект и не держусь. То есть я, наоборот, даже рада где-то уйти с этого места, потому что я приходила к организаторам много раз и говорила, блин, напустите меня домой, это не мое место. А мне говорили, нет, Олеся, это твое место, ты еще себя здесь покажешь. Просто я попала не на того человека, и я считаю, что я не показала себя на проекте еще никак. Я в отношениях становлюсь собой, и мужчина раскрывает девушку, создает девушке репутацию, я так считаю. В моем случае мою репутацию убивали, меня не раскрывали, и я пять месяцев, да, кстати, будет пять месяцев, как я на проекте, потеряла. Потеряла, ну просто потеряла, да, я где-то извлекла важные уроки, я стала антихрупкой, потому что проект закаляет в разных ситуациях, когда на тебя обрушивается весь коллектив, когда от тебя отворачивается весь коллектив, когда от тебя отворачиваются ведущие, когда тебе нужно доказывать, что ты не такой, да, как на тебя навешивают какие-то ярлыки. Вот, а от этого очень сильно страдает нервная система, я вам так скажу, но это тебя закаляет, поэтому, ну, благодаря проекту я стала сильнее, это факт. Привет, Крестуни, сердце не открыло, когда Сахаря чуть не вылетел из проекта. Ну вот, честно, я не хочу вам врать, поэтому, когда это шло голосование, у меня сердце стучало быстро, я даже не знаю от чего, от того, что этот человек мог покинуть проект, я допускала этот момент, от того, что я наоборот хотела, что он покинет проект, как бы неоднозначно. Я знаю только, что мне в этот момент было неспокойно, я переживала, и моё сердце быстро стучало, это факт. Ты не забыла свою первую любовь? Первую любовь вообще забыть невозможно. Мне было, наверное, 14 лет, когда я влюбилась безответно. Это очень тяжело, на самом деле. Я не признавалась в этой любви, я носила её в себе, я переживала, я страдала, я была безответно влюблена, но никогда не показывала своих чувств и эмоций. Я такой человек, что я могу скрыть свои чувства, скрыть свои эмоции. Человек никогда не узнает, что я на самом деле к нему чувствую. Я могу даже показывать к нему какую-то агрессию, злость, я могу притворяться, что он мне безразличен. Но если я захочу, я скрою свои чувства, и о них никто не узнает. Я не знаю, плохо это или хорошо. Щегова действительно глупая мужик, у неё очень хороший. Игорь очень хороший парень, очень позитивный. Немножко его не узнаю в последнее время, стал высказывать какие-то колкие мнения, стал говорить обидные вещи в сторону Барышева, как минимум, обзывать его. Никита просто Барышев такой человек, что он очень добрый. Почему я с ним дружу? Я всегда притягиваюсь к тем людям, которые идентичны мне, очень добрые, открытые, позитивные. И Никита очень много хавает, очень много проглатывает оскорблений, не отвечает в ответ. Мне иногда его очень жалко, обидно за него. Я попадала в такие же ситуации. И Игорь, он вроде тоже очень добрый, светлый парень, но иногда ведёт себя не очень красиво. Олесь, армяне тебя любят. Очень приятно. Федя ему не друг, он против него голосовал. Ну, конечно, Феде неприятно, что он подкатывал на день рождения к его бывшей девушке. Лесковец. Это вообще нонсенс какой-то. Он себя ужасно вёл в тот день. Просто ужас. Главное, такая тухлая. Откуда такое долгое нахождение на проекте? Ну, извините, она вышла замуж. Она... Наверное, это единственное, что я могу про неё сказать, да. Она вышла замуж. Всё. Ты очень добрая. Есть такое. Иногда люди пользуются моей добротой, а я... Как ты забыла, Захариша? Ну, честно, мне было тяжело, наверное, первые три недели. Потом всё пошло на спад. Всё пошло на спад, когда он стал меня оскорблять, унижать, говорить какие-то выдуманные факты, пытаться меня унизить, оскорбить. Вот. И с каждым вот этим действием просто происходит какое-то переосмысление. Как ты держишь себя в форме? Кушаю преимущественно белковую пищу, избегаю углеводов, не ем сладкое, не пью соки, занимаюсь спортом. Ты всегда накрашена по полной? Нет, сейчас я практически не накрашена. У меня тени, стрелки. Всё. Я же говорю, у меня такое лицо, что мне можно вообще не краситься. Очень красивое, спасибо. Олесь, как за неделю сбросил килограмм? Ты одной водой питаешься? Слушайте, друзья, не надо за неделю сбрасывать пять килограмм, потому что это очень вредно. Чем быстрее вы сбросите, тем потом также эти килограммы и вернутся. Лучше медленно, но бедно. Урезайте количество калорий каждый день, преимущественно урезайте углеводы. То есть это макароны, гречка, каша. Ешьте, например, утром что-то белковое, либо творог. Блин, как мне не хватает творога, вы не представляете. Здесь нет творога, и это очень жёстко. У нас просто однотипный рацион питания. В общем, утром я ем омлет, капучино, потом в течение дня фрукты, немножко фруктов, вечером рыбу, курицу, овощи. Короче, прям п-п-п-п. Не думала быть дизайнером. Вообще я очень творческая личность, я хотела быть дизайнером, но немножко судьба сложилась по-другому. Стала экономистом, поступала на дизайнера и на экономиста, поступила и туда, и туда. Бесплатный был университет, ну, на бюджет. Вот, картину нарисовала на 90 баллов. Нет, вру, на 85 баллов натюрморт нарисовала. И на экономику я поступила с проходным баллом что-то в 60. То есть мне нужно было идти на дизайнером, тем более у меня лежит душа к дизайну. Ну, пошла на экономиста, да, потом немножко пожалела, но уже время не вернуть. Почему ты вообще решила участвовать в 5-ти дом-2? Слушайте, это очень хороший вопрос. Я очень долго думала, очень долго сомневалась, советовалась. Не знаю, правильно это решение или нет, но на пятый день я уже собрала чемоданы. Если бы не товарищ по имени Захарьяш, я бы ушла на пятый день. Вот, ну, осталось. Сейчас я здесь уже 5 месяцев. Отношения закончились у меня больше месяца назад, и я бы, наверное, уже ушла с проекта. Я вообще всегда говорила, что если мне не получится с ним отношения, я не буду оставаться на проекте. И буквально еще недели-две-три назад у меня уже был четкий план, что сейчас я прилетаю с островов и ухожу с проекта. То есть я не хочу размениваться, показывать бесконечные отношения. Я очень тяжело подпускаю к себе людей. И если я их подпускаю, то я рассматриваю их на что-то серьезное, то есть не на мимолетное что-то. И совсем недавно, я же говорю, пришел парень, который мне симпатичен. Я не знаю, получится у меня что-то с ним, не получится. Я не хочу загадывать. Я не знаю, как сложится моя жизнь. Останусь я на проекте или по прилету в Москву я иду с проекта. Не знаю, не хочу загадывать. Пускай жизнь — это будет большой секрет, большой сюрприз, неожиданность. Так, очень много вопросов. Я прям пролистываю все до конца, потому что пропускала. Так, международные рейсы возобновят, скорее всего, все день и лета в июле. Сегодня шла в Яндексе. Как-то так. Неужели взрослые до июля на острове? Нет, не хочется в это верить, потому что я надеюсь, что аэропорт на Сейшелах откроют буквально в мае, в начале июня. И в России работают аэропорты на прилет, потому что очень много русских, российских граждан застряли в разных странах. Им же нужно как-то вернуться. У кого-то дети, у кого-то квартира, у кого-то еще что-то. Самое главное — дождаться открытия аэропорта на Сейшелах. А так как начинают открываться магазины и возобновляется работа всего на Сейшелах в ближайшее время, так что я прям надеюсь, что скоро все узнается. Так, все, друзья, я побежала, потому что Юля ждет меня в бунгало. Я обещала ей, что буду недолго с вами общаться. Так что всем спокойной ночи, сладеньких снов. Тебе за коряж не даст с ним ничего построить. Кто ее будет спрашивать? Во-первых. И во-вторых, пусть попробует. Все, сладких снов. Спасибо. Спасибо.